Глубоко уважаемые коллеги и члены президиума, сегодня мы докладываем результат лечения и реабилитации пациентов, в которых мы оперировали по поводу злокачественного образования полости рта. Важно отметить, что в структуре общей заболеваемости злокачественными образованиями в России опухоли органов полости рта не занимают высокие позиции, а среди причин смертности лидируют. Основным методом лечения является хирургический, но независимо от распространенности и локализации опухолевого процесса, хирургическое вмешательство приводит к появлению функционально-эстетически значимого дефекта. В нашей клинике мы используем множество способов реконструкции органов полости рта. Наиболее часто используемые региональные и местные перемещенные лоскуты. Сегодня мы не будем касаться микрохирургических методов, а посвятим время пластическим материалам, которые не требуют сложного хирургического вмешательства, не связаны с дополнительной травмой и не требуют специализированных навыков хирурга. Эти методы можно применять в соматически отягощенных пациентах, которых у нас 80%, и для формирования данных лоскутов достаточно только знания анатомии головы и шеи. Вариант применения подподбородочного лоскута. Все пациенты оценены не только по функциональным параметрам восстановления речи, перорального питания, но и по психологической составляющей. После операционной социализации, рабочий статус, воприятие себя, шкала тревожности и стресса. Также была важна оценка болевого синдрома в отдаленном периоде. Также вариант реконструкции пекторальным лоскутом 7 лет после операции. Важно отметить, что это вариант пекторального лоскута после обширной урофоциальной резекции без реконструкции тела нижней челюсти. Также важно отметить, что пациент вернулся к труду и не проявляет желания дополнительной хирургической коррекции. Пациент обучился речи самостоятельно и при занятиях с логопедом. Также вариант реконструкции пекторальным лоскутом. И вариант реконструкции слизистыми мышечными лоскутами полости рта. Видим сохранение физиологического прикуса. Через 4 года после операции пациентки вполне довольны результатами и пока не настраивают на дентальной реконструкции. И также вариант реконструкции слизистыми мышечными лоскутами полости рта спустя 5 лет. Среди наших наблюдений основную группу составили пациента с местно распространенным опухолевым процессом, включая Т4Н3 и рецидивные опухоли. Чаще всего обращались пациенты с плоскоклеточным раком дна полости рта и языка. Больше половины случаев составили наблюдения с чистым хирургическим вариантом лечения. А в тех случаях, где было предоперационное воздействие, оно предпринималось по радикальной программе. У этих пациентов изникали рецидивы, которые мы лечили хирургически. В группе больных с рецидивной опухолью наблюдался продолженный рост после хирургического лечения. Мы не наблюдали большого количества осложнений. Был один летальный исход у ослабленного пациента с рецидивным опухолевым процессом, выраженный с опустующей патологией. Во всех случаях поставленные задачи реконструкции были решены. Одна треть пациентов, оперированных нами, нуждалась в проведении поциоперационного лечения. Чаще всего больные с местно распространенным опухолевым процессом второй группы. Медиан общей выживаемости оперированных пациентов составила более 2,5 лет. Безрецидивная выживаемость была приблизительно равна общей. Поскольку группы были различны, мы проанализировали каждую отдельно. В первой группе с первой-второй стадии опухолевого процесса медиана выживаемости превышала 5 лет. При местно распространенных опухолях второй группы, включая Т4Н3, медиана была более 2 лет. И отдельно проанализирована группа с рецидивными опухолями. Результаты оказались лучше, чем в местно распространенных первичных опухолях. Медиана приближалась к 3 годам. Методика использования перемещенных лоскутов в альтернативной микрохирургии позволяет расширить показания к оперативному лечению, адекватно реабилитировать пациентов после хирургического лечения. Продолжение следует...